Доброе утро! Просыпайтесь! С вами вновь Александр Сильвестер и Регина Вишневская. Сегодня 28 мая, понедельник, и мы продолжаем. Каждый год в России пропадает больше 15 тысяч детей. И иногда абсолютно бесследно. Пошла гулять во двор и не вернулась. Не дошел до школы, сбежал из-за скандала с матерью. У нас в гостях координатор поискового отряда «Легион» Спас Игорь Миниханов. Доброе утро. Скажите, Игорь, сейчас начинается пара летних каникул, и так как родители на работе, многие дети предоставлены сами себе. Каким правилам должны следовать родители, чтобы их ребенок не пропал бесследно? На самом деле родители должны не оставлять ребенка, предоставленного самого себе. То есть даже когда он один, у родителей с детьми должны быть доверительные отношения. И после этого уже ребенок сможет нормально воспринять и правила, которые родители ему расскажут. Он будет действовать не вопреки, а именно им следовать, не разговаривать с незнакомцами, не оставаться с ними наедине, ну и все остальное. Какие еще, допустим, правила? Ну, самое главное – это не оставаться с незнакомцами наедине, а остальное – это все именно в рамках… Производное, так сказать. Да, и в рамках, как родители видят безопасность своего ребенка. Например, кому-то он там из соседей доверяет очень сильно, а кому-то из родственников совершенно не доверяет, подозревает его в чем-то. И вот здесь вот уже нужно именно этого ребенка влить, чтобы он до него дошло, чтобы он слушал, чтобы он понимал, насколько это опасно может быть. Хорошо, к незнакомцам он не подходит, но вдруг на площадке его зовет знакомый голос. И как быть ребенком? Ведь это тоже может быть опасностью. Да, конечно. То есть ребенок ни в коем случае не должен никогда оставаться в одиночестве. Но, как немного сказал ранее, родители заранее должны проработать, с кем можно ему общаться. Вот конкретно с этим знакомым, например, родители сказали, нельзя общаться. То есть, ну или сосед какой-то. И ребенок, конечно же, должен всегда ставить в известность родителей. Родители должны знать о любых перемещениях, действиях ребенка. Ну, особенно если они выходят именно за рамки договоренностей. Какие самые распространенные случаи похищения детей? Их хватают или в машину выпихивают? Конфеты предлагают. Нет, на самом деле, когда хватает, это, наверное, больше похищения. Вот из нашей практики все же чаще это заманивают детей. То есть... Добровольный увод, так сказать. Ну да, то есть втираются в доверие, кто-то знакомый предложил проводить, либо совсем год назад именно собакой мальчика заманили. Бывают случаи, когда он действительно в лифт заходит за ребенком. А есть какие-то места, где чаще пропадают дети? Всегда по-разному. То есть дети же зачастую могут даже не просто кто-то их увел, и они сами могут убежать и в приключения какие-то. Ну, чаще всего дети все-таки убегают. Вот, но... То есть без разницы, людное это место, торговый центр или детская площадка? Вообще это без разницы. Везде нужно быть на чеку и всегда... Будь готовыми. ...смотреть за своими детьми. А есть какие-то контрольные фразы, что ребенка нужно научить, если видишь незнакомого, нужно ему ответить как-то? Или вообще не нужно отвечать? Нет, на самом деле, если... Все зависит, конечно, от ребенка. То есть какого-то ребенка можно научить, чтобы он, не знаю, кричал в любой ситуации, в каких-то ситуациях, промолчал, бежал к людям, еще что-то. А некоторые могут просто придумать историю. То есть сказать, что вот сейчас я приду, встречусь с родителями, например. Ну, то есть вот несколько вариантов. Можно закричать громко, просто молчать, убежать, или сказать, что сейчас придут взрослые. Не просто молчать, а молчать и убегать сразу. Да-да-да, то есть уходить всегда в людное место. А есть какая-то статистика? Насколько сейчас снизился этот порог детей пропажи или в норме? Ну, на самом деле, у меня с собой статистики нету. То есть, ну, дети как пропадали, так, к сожалению, пропадают. Но сейчас это выше этот уровень стал, эта опасность? Или все-таки... Я не говорю даже на то, что статистики нету. Я не могу просто сравнить. Ладно, в любом случае, большое спасибо за эту полезную информацию. Многим родителям что-то мы открыли, и, конечно, они будут теперь осторожнее. Напомню, у нас в гостях был координатор поискового отряда «Легион Спас» Игорь Мениханов. А мы продолжаем, и прямо сейчас мы посмотрим ролик, снятый при содействии «Легион Спас. Безопасный путь в школу». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!